В Санкт-Петербурге продолжается подготовка к фестивалю «Волшебный фонарь». 25 и 26 ноября вдвое молодежи покажут мультипликационные фильмы, созданные детьми-инвалидами из разных уголков страны. Какую тему для своего мультика выбрали в северной столице, узнавали мои коллеги. Елена Сергеевна с дочкой Арианой вдохновляются настоящими листьями, чтобы раскрыть тему осени. Мастер-класс в Центре реабилитации инвалидов имени Альбрехта подразумевает, что выполненные работы станут фоном будущего мультфильма. Поэтому юные художники стараются изо всех сил. Видите, нам два годика только. Конечно, какие у нее еще амбиции? Она маленькая, коляки-маляки тут рисует, но это своего рода все равно ребенка фантазия. Конечно, я надеюсь, в дальнейшем, если мы будем сюда приезжать, я бы хотела, чтобы мой ребенок участвовал в таких-каких мероприятиях, чтобы какие-то выставки проходили. Это очень интересно. Подобные мастер-классы для детей проходят в различных лечебных учреждениях Санкт-Петербурга. Жажды творчества всюду хоть отбавляй. Художники-волонтеры приветствуют, когда родители наравне с детьми берутся за кисти. Мы нарисуем очень замечательные сегодня красочные работы. Будут листья, будут, может быть, какие-то еще другие элементы, которые ребята сами придумают. И потом эти работы могут участвовать в будущих мультипликационных фильмах, как фоны, где будут герои передвигаться по этим работам. В конце ноября состоится кинофестиваль для мультипликационных работ от особенных авторов. Волшебный фонарь уже принимает заявки со всей страны. А лечащие врачи могут и не увидеть картины своих юных пациентов. Зато эффект от многопрофильной медицинской деятельности специалистам в белых халатах очевиден. Это и хирургия, это и реабилитационные мероприятия, восстановительное лечение, это ортезирование, протезирование. Все сочетается в стенах нашего учреждения и даже в стенах отделения для одного и того же ребенка. Но это все может тяжело переноситься, потому что это нагрузка для семьи, это нагрузка для детей. Часть процедур просто утомительные, есть болезненные процедуры, есть рискованные, медицинские какие-то воздействия. И психологический фон очень важен, без этого никак. И социальное развитие ребенка, социально-психологическое, и адаптация его в среде таких же детей. И приобретение возможностей, которые он должен делать по возрасту. Поэтому то, что происходит сейчас регулярно у нас в отделении, это элементы арт-терапии, которые крайне важны. Продолжение следует...